Добрый вечер в Оренбурге 19.30 и вновь к новостям в эфире Орент-ТВ в студии Татьяна Ленкова и вот то, чем запомнится этот день. Запах гари и разбор сгоревших конструкций хозяева склада по улице площадь 1 мая и арендаторы подсчитывают ущерб. Сносить или не сносить? Вот в чем вопрос, который возник у участников конфликта в 6-м доме по переулку Ивановскому. Реальная добродетель или акция помощи в Оренбургском торговом комплексе прошел благотворительный концерт для сбора денег на лечение Ильи Бруснукину. И теперь более подробно о новостях. Город вновь в дыму. Сегодня на запах гари жаловались жители степного поселка и посетители крупного торгового центра. Звонки поступали и в редакцию, и в диспетчерские города. Александр Криволапов выяснял подробности. Не первые сутки пылают поля, несмотря на объявленный в Оренбурге особый противопожарный режим, сегодняшний день не стал исключением. Очередное возгорание сухой травы произошло в районе Бёрдинских дач. Выброшенный непотушенный окурок или бутылочное стекло, сработавшее как увеличительное сухое солнечное, а главное ветреная погода, вот он и пожар. Местные жители к запаху гари уже привыкли. Кто окурок бросил, то ли спичка, мало-то оттуда, со стороны Бёрд. Частенько? Да, это каждый год. Каждый год, как только камыш высох, а этот даже прошлогодний остался и загорелся. Три пожарных расчета справились с работой. Огонь прошелся по двум сотням квадратных метров сухостоя. Невал, основите вы за полную агридацию, возвращайтесь в пределение через 12-14-35. После доклада пожарные сматывают рукава и на базу, ждать очередного вызова. В горячий период степных пожаров количество вызовов на тушение сухой травы в Оренбурге доходит до сотни в сутки. А вот выходные серьезный пожар произошел в Октябрьском районе. Загорелся дом, в котором жили шестеро детей, их мама и дед инвалид. В трагическую ночь мама с одним из мальчиков была в гостях у одной сельчанки. Пожилой мужчина почувствовал запах гари, разбудил старшего из детей, мальчика 12 лет, и подросток успел лишь через окно спасти двух сестер, четырехлетнюю и полуторагодовалую девочку. Дед смог выбраться сам, а вот две девочки семи и девяти лет не выжили, задохнулись в дыму. Предварительно причиной пожара называют короткое замыкание. Идет проверка. Сейчас решается вопрос о размещении спасшихся детей в реабилитационный центр. Накануне вечером пожарным пришлось потрудиться и в Оренбурге. Серьезное возгорание было на складе по улице площадь 1 мая. Огонь бушевал 6 часов. Известно, что пожар начался в воскресенье ближе к вечеру и затушили его к полуночи. Люди не пострадали, а вот материальный ущерб подсчитывают собственники склада и товаров. Это видео сняли на мобильный телефон и разместили в социальной сети пассажира, проезжавшего мимо поезда. Сегодня на месте пожара сгоревшей конструкции кровли на площади 400 квадратных метров. Что не уничтожил огонь, залили водой пожарный. Пострадал товар на сотни тысяч рублей. Это и мебель, и детали интерьера, и бытовая техника, говорят пострадавшие. Вот сейчас я хочу составить акты, хотя бы приблизительно, посчитать какой ущерб. Ну свой я уже вижу, очевидно, вот это наши склады. А вот арендаторов наших пока еще вот под вопросом. Сумма со скольки ногами? Не могу сказать даже, не знаю, потому что еще точно не определились. Вот кондиционеры здесь, я еще не знаю сколько точно у них, потому что им надо каждую коробку вскрывать, поднимать дверь. И вот у него тоже сейчас надо просчитывать. Вот. Склад вон тот один целиком, конечно, сгорел. Полностью вот оборудование с кафе. Там вообще все. Более 40 пожарных, полтора десятка единиц техники, тушили пожар до полуночи. По факту инцидента эксперты проводят проверку. Тем временем у пострадавших уже есть своя, предварительная версия случившегося. Здесь вот сзади территории железной дороги, да, и там была мусорная свалка. Ее кто-то поджег. Очевидно, дети, по словам очевидцев. И с этой кучей мусорной перенеслось все на деревья, сгорели деревья и перенеслось на наши крыши все. Так или нет, установят после исследований в пожарно-технической лаборатории. Вопрос с компенсацией ущерба предпринимателям пока под вопросом. Если будет установлен виновник пожара, к нему, вероятно, и будут обращены материальные иски. К другим темам. Число жертв насекомых увеличивается. Более 400 оренбуржцев пострадали от укусов клещей. 117 из них дети. Жители 35 населенных пунктов обратились за помощью к медикам и в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Оренбургской области. По сообщению специалистов, клещей исследовали на предмет их зараженности возбудителями клещевого вирусного энцефалита и боролиоза. Возбудители инфекции не обнаружены. В Роспотребе добавляют, что в парках, скверах, кладбищах, местах массового отдыха проводится акарицидная обработка. Соседский конфликт решен судом и судебными приставами. Камень преткновения пристройкой для одних жителей 6-го дома по переулку Ивановскому – это защита, а для других – нарушение эстетики. Точку поставил суд. Несмотря на это, мир между людьми так и не наступил. Даже решение суда каждый из участников конфликта трактует по-своему. А тем временем судебные приставы сегодня приступили к сносу пристройки. Надежда Русяева была на шумной встрече всех сторон. Ленинский районный суд еще в мае 2017 года признал пристрой к дому незаконным. Собственников первой квартиры обязали демонтировать его. Именно к ней ведет лестница, которая до сегодняшнего дня была закрыта по бокам и сверху различными материалами. Часть из них Геннадий Зотов и его супруга убрали. Но трогать веранду не стали. Год спустя до нее добрались руки судебных приставов. И все бы ничего, только вот жители, которым уж никак не хочется прощаться с привычным, ранее попросили разъяснить суд, какую часть необходимо сносить. По определению, это самовольное строение к веранде, которое не предусмотрено техническим паспортом этого объекта. По мнению одних из жителей, трогать саму веранду никак в этом случае нельзя. В техническом паспорте указано подробное описание нашего дома и все пристройки, которые к нему сделаны. Это было уже сделано в 80-м году после капитального ремонта, потому что полностью были перестроены все квартиры. И у нас выход из первой квартиры был сделан во двор сразу, непосредственно. Поэтому была пристроена веранда для того, чтобы мы не на улицу выходили, а в закрытое пространство. В техническом паспорте нет документов, то, что веранда принадлежит квартире номер один. Она является общедалевой собственностью всех собственников в этом доме. Поэтому, почему они вам не показывают технический паспорт на первый этаж? Вот смотрите, в их квартире есть коридор, жилая площадь. Раз, два, три. Коридор относится к ванной, кухне. Что она относится к их? К их собственности нет. Также есть выписка на квартиру, что веранды в этом выпуске СГРП нет. Исполнители судебного решения попытались также объяснить, почему сегодня работа происходит на самой веранде. Согласно сведениям, полученных из разъяснения, суда к данному исполнительному документу указано, что необходимо провести демонтаж самовольно пристроенных к веранде объектов. Помимо этого, судебный приз совместно с представителем Министерства культуры при выходе на данный адрес было установлено, что веранда должна оставаться открытой, без каких-либо внешних заграждений. И, как добавили в службе судебных приставов, по этому адресу работа еще не закончена. Вскоре будут демонтировать и соседнюю постройку, такую же веранду. Суд также признал ее незаконной. Личная недисциплинированность одного из сотрудников. История с изъятием паспорта. 87-летней Анны Фоменко, ветерана войны, которую дочь забрала, из Украины, еще не завершена. Но есть промежуточный итог. Внутренняя служебная проверка в ОМВД окончена, сотрудница миграционной службы уволилась. За российским паспортом Анны Фоменко пришли 24 января. Участковый – инспектор миграционной службы. Анна Фоменко родилась и всю жизнь прожила на Украине, в Луганской области. 11-летним ребенком видела все ужасы немецкой оккупации. В 2013 году дочь Евгения Овчинникова, которая уже давно является гражданкой России, и забрала ее в Оренбург, сразу же обратились в ФМС и получили временное разрешение на проживание. В 2014-м инспектор миграционной службы предложила оформлять вид на жительство. Анне Никифоровне то отказывали, то давали разрешение, то путали какие-то даты. Документы подавали несколько раз. В результате все та же инспектор сказала, что уже можно оформлять гражданство. Анне Фоменко за 80, ее единственная дочь живет в России, да и она сама в Оренбурге уже три года. В общем, по заверениям сотрудницы миграционной службы, были все основания для получения российского паспорта. Сколько раз путали документы. Длинное время много затратили на то. Ну, выдали паспорт и все. Но мы же стали довольны, что паспорт есть. Приходит инспектор, просит посмотреть паспорт, и потом нам его не отдают, изымают. Как изымаете? А у них была какая-то бумага? Они вам показали, когда пришли хоть что-то? Нет, ничего не показали. Проверка продолжалась не один месяц. Сейчас установлены факты незаконной выдачи паспортов без принятия гражданства Российской Федерации. Сразу несколько паспортов признали выданными в нарушение установленного порядка. Все они были изъяты. Всего забрали девять. Сейчас со всеми, кто остался без документов, проводят работу по установлению их статуса. В результате проверки сотрудник, допустивший данное нарушение, подал заявление об увольнении из органов внутренних дел. В настоящее время прекратил службу в органах внутренних дел. Фоминка Анна была лично принята на приеме. Мы с ней побеседовали и нашли такой вариант для нее. Дальнейшая легализация на территории Российской Федерации, как признание ее носителем русского языка. В настоящий момент ей оформлено свидетельство о временном убежище на территории Российской Федерации. И оформляются документы для выдачи вида на жительство лица без гражданства. В Управлении по вопросам миграции нас заверили, что паспорт гражданин Российской Федерации Анна Фоменко получит к осени. В Следственном комитете тем временем продолжается проверка. Добро – это отзывчивость. В одном из торговых комплексов Оренбурга отзывчивые и неравнодушные люди провели благотворительный концерт. Выступали дети и взрослые во имя помощи тому, кто в ней очень нуждается. Про пятилетнего Илью Брусникина с эпилепсией мы уже рассказывали в своих эфирах. Его имя звучало и на мероприятии. Сейчас семья мальчика на стадии сбора денег для проведения обследования в клинике Германии. Чтобы спасти своего сына, состояние которого ухудшается, родители бьют во все колокола. И на этот зов откликаются даже совершенно посторонние люди. Сценические костюмы, макияж, хорошо отрепетированные номера. Нет ничего незначительного, когда речь идет о помощи ребенку. К слову, среди артистов, отступающих в свой выходной день на сцене торгового комплекса, есть даже ровесники Ильи, ради которого и организовали благотворительный концерт. Но суть этого труднопроизносимого слова сами маленькие благотворители уже понимают. Ну, когда помогают, например, людям больным. Ну, потому что им тяжело и плохо. Родителям тоже, ну, грустно. И им надо помочь. Денег у них просто не хватает. А не хватает Брусникинам порядка трех с половиной миллионов рублей, чтобы обследовать Илью в клинике Германии перед операцией, которая поможет мальчику выздороветь. В зарубежном медучреждении обещают сделать то, что отказываются в России – убрать патологический участок мозга, дающий постоянные, учащающиеся приступы. Нам хочется быстрее закрыть сборы, быстрее уже уехать в клинику, чтобы у Илюши быстрее все наладилось, потому что сейчас, к сожалению, здоровье ухудшается, его приступы становятся сильнее. Приступы, да, становятся сильнее. Он стал у нас падать резко. Такого раньше не было никогда. Да, сейчас он у нас резко падает, то есть он ударяется головой, разбивает губы, губы, нос. Поэтому мы, конечно, переживаем, потому что травматизация очень сейчас стала большая во время приступов. Раньше не было такого. Сейчас на счету Брусникиных порядка полумиллиона рублей. Их собрали люди, которые хотят, чтобы мальчик был здоров, которые верят, что дети должны быть активными и веселыми, и делают то, что в их силах. Такие, например, как организаторы и участники этого концерта. Я убедилась в том, что наши люди неравнодушны. Кто бы что ни говорил, что русские люди холодные. Нет, наши русские с большим, добрым, горячим сердцем. И, как говорится, с миру по нитке мы соберем. Во время концерта удалось собрать около 8,5 тысяч рублей, подытоживают организаторы и говорят, что снова будут проводить акции в поддержку Илюши. Мальчик хоть и не был на концерте, но, возможно, в том числе и благодаря мероприятию, в скором будущем сможет и сам участвовать в подобных встречах. Во всяком случае, этого ему желают все собравшиеся. Протянуть руку помощи можете и вы, не выходя из дома. Координаты мамы, реквизиты счета для перечисления денег есть у нас в редакции, указаны они в интернете, на наших страницах в соцсетях и группах, посвященном Илье Брусникину. И на этом у нас пока не все. Впереди небольшая реклама. Простите, а во второй части мы расскажем о том, как планируется отметить 9 мая в этом году в городе. Продолжаем рассказывать о последних новостях в эфире Ориент-ТВ. И вот что вы увидите во второй части. В этом году парад Победы смогут увидеть на 2,5 тысячи оренбургцев больше. Подготовлена дополнительная зрительная площадка. Как город подготовился к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Расскажем не пропустить. Заслуженная награда. Сотрудник Управления исполнения наказаний получил медаль за спасение детей при пожаре. Более 30 лет часы на башне Музея истории города отчитывают время. О том, кто их создал и кто сегодня следит за механизмом, расскажем в нашей программе. Вновь получили путевку в высший дивизион. Оренбург на выезде обыграл курский авангард. Танец нескольких тысяч. В Оренбурже сегодня дети и взрослые вновь поддержали акцию Вальс Победы. Пары кружились под музыку военных лет в городах и райцентрах области. В Оренбурге на Советской до набережной танцевали 10 тысяч. Среди них школьники, студенты и взрослые горожане. По окончанию почтили память погибших в войне минуты молчания. Но город продолжает готовиться к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Тысячи военнослужащих, кадетов, казаков, десятки коллективов художественной самодеятельности, выставки военной техники, концертной площадки и бессмертный бессмертный полк. Все это запланировано на 9 мая. Возложение цветов к вечному огню на проспекте Победы и в парке «Салют Победа» пройдут уже 8 мая с 10 утра. Проспект будет перекрыт от полигонной до Степана Разина с 8 до 11 часов, а уже 9 мая на площади имени Ленина пройдет парад в инослужащих Оренбургского гарнизона казаков и кадетов. Посмотреть нашествие парадных расчетов смогут все желающие, заверили в мэрии. Начало в 10 утра. Будет сформирована дополнительная зрительская зона, которая будет расположена на площади Ленина со стороны улицы Цвилинга и Паркового проспекта. Предполагаем, что дополнительно 2-2,5 тысячи жителей. Празднование продолжится в 11 часов фронтовой кашей в парке «Салют Победа». Ближе к полудню на пересечении проспекта Победы с улицей Орской откроется выставка военной техники. В 6 вечера от вечного огня на проспекте Победы до водонапорной башни пройдет бессмертный полк. По предварительным подсчетам в этом году ожидается от 40 до 45 тысяч горожан. После на концертной площадке возле водонапорной башни пройдет праздничный концерт, а в 22 часа о знаменовании 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прогремит праздничный салют. Проспект Победы в праздничный день будет перекрыт с 16 до 23 часов. Разыскивают родственников погибших солдат Международный военно-мемориальный центр. Возвращенные имена обратился с просьбой откликнуться родных советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны и захороненных на территории Австрии. Известно, что в списке погибших, некогда проживавших на территории Оренбургской области, 26 человек. Некоторых из них родственники до сих пор считают без вести пропавшими. В Оренбурге просят откликнуться 8 семей. Поисковики публикуют имена погибших. Среди них рядовые, старшины, сержанты. Практически все они погибли в апреле-майе 1945 года на территории Австрии и похоронены на разных кладбищах близ Вены. Делается это для того, чтобы россияне знали все о своих погибших родственниках и могли посетить могилы предков. Если находятся имена родных, мы останавливаем семейные контакты. Первое, мы можем пригласить из них, если есть возможность, в июле на итоговый семинар в Москву, где они получат красивые сертификаты, установление захоронения. И плюс мы будем консультировать их в дальнейшем, какие у них есть возможности. Как они могут посетить место захоронения за счет, допустим, цирской стороны. Чем они могут помочь для того, чтобы их имена погибших родственников были сражены на границе в Астрии по месту захоронения. Ну, будем с ними постоянно работать, как с родственниками, для того, чтобы они получили полагающиеся законные права, могли реализовать свои. Для уточнения информации в администрации города просят звонить в рабочее время по телефонам управления социальной политики 3045 01 3045 04. Почувствовать себя причастным к великой победе. Оренбуржцы сегодня получают в подарок к празднику георгиевские ленточки. Единственное, о чем просит активист Всероссийского общественного движения, волонтеры Победы, не относиться к ленте как к модному аксессуару. Все подробности прямо сейчас. Георгиевская ленточка на груди у каждого оренбуржца. Волонтерские организации и предприятия области в эти дни проводят патриотические акции. И напоминают, георгиевская лента – не украшение. Разъясняют, как правильно носить символ Победы. Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» проходит с 2005 года. То есть уже 13 лет мы раздаем ленточки. Очень рада, что данная компания поддержала акцию «Георгиевская ленточка» и еще больше людей. Узнают они больше людей, получат символ Победы. И в том числе в данных ресторанах очень много детей. И это очень важно, чтобы они знали и помнили о героях Великой Отечественной войне. Получить порцию любимых пирогов, блинов или каши, а в придачу поздравления с наступающим праздником, может каждый, кто пришел в эти майские дни, подкрепиться в рестораны-сети «Русские блины и пироги». На торжественный праздничный лад настраивает музыкальное сопровождение и оформление. Тысячи ленточек в руки любимым гостям. Ежегодную акцию поддерживает ресторанная группа «Друзья познаются в еде». В этом году мы раздадим около 50 тысяч георгиевских лент в городе Оренбурге, Базулуке и Орске, там, где есть наши рестораны. Мы считаем, что это очень важно, поддерживать такие акции, помнить о нашем прошлом, о подвиге нашего народа. Второй традиции. Пусть люди вспоминают. Молодежь должна помнить обязательно в этом дне. Обязательно. Акция «Георгиевская ленточка» продлится вплоть до 9 мая. А вот сотрудники одного из крупнейших предприятий региона провели традиционный велопарад. 35 километров в честь Победы. В воскресенье больше 40 велосипедистов стартовали от ДК «Газовик» и финишировали в селе Павловка, где возложили цветы к вечному огню. Велопарад накануне Дня Победы для сотрудников общества «Газпромдобыча Оренбург» стал уже традиционным. В пятый раз «Газовики» таким образом отдают дань уважения героям Великой Отечественной войны. Для каждой семьи в отдельности это тоже первоочередный праздник вообще, наверное, как бы в году. Наши дедушки, бабушки за нас отдали свои жизни многие. Поэтому, как вот наш велопроезд, велозаезд, он посвящен этому празднику. Краткий инструктаж и старт. Маршрут проходит по улице Чкалова, проспекту Гагария на объездной и Самарской трассе. Среди участников есть и новички, и это радует, говорят сотрудники предприятия. С каждым годом желающих участвовать в велопараде становится все больше. В авангарде самые опытные замыкают колонну, тоже те, кто участвует в велопараде не впервые. Встречный ветер, затяжные подъемы, но это ничто по сравнению с тем, что пережили участники Великой Отечественной войны, говорят «Газовики». К финишу велопарада приходят все. На въезде в село Павловку газовиков встречают ученики местного лицея. Колонной они отправились к Мемориалу Победы, где прошел митинг. После минуты молчания участники велопарада возложили цветы. 9 мая – святой праздник для всех россиян, и наше предприятие большую программу мероприятий реализует и круглый год, и в эти дни. Помогаем и в госпитале ветеранов, проводим различные другие мероприятия. Это та маленькая, наверное, частица, которую мы можем сделать во имя тех, кто положил свои жизни ради того, чтобы мы сегодня жили, смеялись, веселились. К патриотическому воспитанию и сохранению исторической памяти в обществе уделяют большое внимание. В эти дни, например, в двух регионах России работает сводный поисковый отряд, который поддерживает предприятие «Газпромдобыча Оренбург». Экспедиция отправилась в Тверскую область и в Крым. Один номер на всех база системы 112 будет располагаться в Пригородном. Изначально в штате будет 8 операторов. О подробностях создания единой службы спасения в нашем регионе рассказали в Департаменте пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбуржья. Еще шесть лет назад президент поручил всем регионам создать службу 112 к 2017 году. В Оренбуржье за это время разработали техническое задание на основании него проект. Согласовали с МЧС области. Правда, приходилось вносить коррективы. Время шло, а требования менялись. К назначенному сроку не успели, но в этом году заверили – Оренбуржцы смогут звонить по единому номеру. На оснащение колл-центра выделено более 51,5 миллионов рублей. Это именно на построение самой системы. То есть это оснащение центра обработки вызовов, это оснащение ЕДДС муниципалитетов, это оснащение дежурных и диспетчерских служб взаимодействующих органов, это полиция, МЧС, скорая помощь. То есть это именно техника, именно провода, вот это сюда входит. А остальные деньги – это уже у нас услуги связи, построение каналов связи, различная подготовка технической документации, оснащение рабочих мест, персонал, заработные платы. Базироваться служба будет в поселке Пригородном. Изначально в штат возьмут 8 операторов, с которыми проведут обучение. И со временем команду диспетчеров будут увеличивать. Сейчас всей организацией процесса занимается новое учреждение, созданное с нуля. В конце 2017 года создали, в правительстве Оренбургской области было создано подведутся на департамент учреждения ГКО «Комплексная безопасность», на котором, в принципе, на сегодняшний день возложено создание вот этой системы 112. Планируется вот в этом году закончить оснащение вот в опытную эксплуатацию город Оренбург-Оренбургский район. И уже с 2019 года мы начнем развиваться на территории Северенбургской области вплоть до 2020 года. Если все получится, то оренбургцам не придется в экстренной ситуации судорожно вспоминать номер той или иной службы. А всего лишь нужно набрать 112. И оператор уже сам решит, кого послать на место происшествия. Не обязательно будет человеку, попавшему в беду, называть свое местонахождение. Операторы смогут отследить геолокации по спутнику. Он помог людям в беде, и для этого ему не потребовались звонки. Только мужество. Сегодня в Управлении исполнения наказания Оренбургской областью медалью наградили сотрудника, который зимой спас из пожара детей. Дом сгорелся в поселке Павловка. Пожар в частной постройке начался вечером 31 января. В это время на машине мимо приезжал Максим Гончаров. Сориентировался сразу, бросился к горячему зданию, а когда услышал крики о помощи, поспешил вывести людей. Как оказалось, на втором этаже находились 4 человека, из них трое дети. Ну, как бы спонтанно мимо ехал, остановился, перекрыл машину, свою машину дорогу, приступил к действиям, помогал. 30-летний мужчина немногословен в системе исполнения наказания. Максим Гончаров служит 9 лет, за это время дослужился до прапорщика. О том случае вспоминает неохотно, уверен, ничего выдающегося не совершил. Любой человек поступил бы так же, но его руководство посчитало иначе и представило сотрудника к награде. Жилой дом горел открытым пламенем, на втором этаже дети просили о помощи. Одним из первых пожар обнаружил и принял активное участие в действии по тушению пожара. Подручный и следственный сотрудник исправительной колонии номер 4 Гончаров Максим Андреевич. Поздравляю, спасибо, 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 успехов, всем спасибо. Служу России. 35-летие музея истории города отмечают хранители истории. С года в год музей пополняется экспонатами и документами, открываются выставки, которые рассказывают о людях, создававших события. Часы на башне музея имеют свою историю и причастны к ней не одно поколение кузнецовых. Историю городских часов и их создателей изучала Татьяна Штылер. У экспонатов в зале музея Анатолий Кузнецов рассказывает о своем дяде, идейном вдохновителе и создателе оренбургских курантов. Николай Степанович Кузнецов сам разработал механизм, составил чертежи и вплоть до установки часов на башне следил за их изготовлением. Фронтовик Николай Кузнецов в Оренбург приехал осенью 1945 года. Во время Великой Отечественной войны под Бобруйском попал в плен, бежал из концлагеря в Швейцарию. В Швейцарии там был какого-то хозяина, видно, это там часовых мастерских был. Вот краем уха тёти слышал от его жены, где он как попал, и там он научился. А сам у него образование, с него четыре класса. Идею создания собственных часов Кузнецов вынашивал долгие годы. После выхода на пенсии свои чертежи предложил Юрию Гаранькину, который мечтал о башенных часах для города. По данным краеведов, старинные часы, что когда-то красовались на гауптвахте, приглянулись высокопоставленному чиновнику из Приволжского военного округа и в 30-е годы прошлого столетия были перевезены в Самару. По чертежам Кузнецова на оренбургских заводах выточили бронзовые чугунные детали, отлили колокола. Теперь Анатолий не реже двух раз в неделю поднимается на башню. 65 узких ступеней ведут к почти семейному наследию. Механисты любят чистоту. Каждый раз пригожу, вытираю, смазываю, завожу. Башенные часы считаются курантами. Они из трех механизмов отдельный. Механизм хода нецентральный, механизм, который идет через каждые 15 минут, но надо сделать через полчаса здесь. Короче, маленькие калакова наборы. И механизм боя, который отсчитывает часы. Кузнецов родом из Ростовской области. Анатолий приехал в Оренбуржье после армии. Дядю в живых не застал, его детище после обучения часовому делу принял как наследство. И уже 25 лет следит за тем, чтобы механизм работал без боев. Анатолий отвечает за работу башенных часов и в центре улицы Советской, которые также изготовлены по чертежам Николая Кузнецова. Правда, после установки на башне фигур для мастера там осталось совсем мало места. Если все убрали, то не мешает фигура. Вот она теперь сейчас на перекидных завозит туда, все в масле. Таких часовых механизмов остается все меньше. Чаще часы и минуты нам показывают электронное табло. Анатолий Кузнецов на сегодняшний день единственный часовщик, который управляется с гигантскими колесами и гирями и строго следит за точностью хода оренбургских курантов. Татьяна Штылер, Никита Плотников, Орен-ТВ. И добавим, после установки фигур на башне на улице Советской прошло ровно пять лет. 7 мая 2013 года состоялось их торжественное открытие. Правда, горожане 8 фигур, символизирующих Оренбургскую область, видят нечасто. Лишь дважды в день в 12 часов по полудню 17.00. Механизм, по словам специалистов, получился довольно капризный. Во времени погоды, сильного ветра, ставня часто заклинивает. Учитывая наши погодные условия, чтобы лицезреть в действии уникальный в своем роде ансамбль, горожанам должна сопутствовать удача. Поражение в начале сезона, смена тренера, новые игроки, грозные противники. Спустя год Оренбург вновь возвращается в высший дивизион. Получить досрочно путевку в Премьер-лигу нашим футболистам удалось после серии побед, последняя из которых произошла на выезде в минувшие выходные в городе Курске. В Курске Оренбург показал уверенную игру. Футболистов сухую разгромили авангард. Два гола забили Вадим Афонин и Хасан Мамтов на последних 10 минутах. После важной и трудной победы команда укрепилась на первом месте. Турнирная таблица. В активе 83 очка после 37 матчей. Все матчи у нас последние носят именно такой характер. На жилах, на воле приходится доставать весь этот арсенал из себя этим ребятам. Дебют в Премьер-лиге у Оренбурга уже был, правда, не совсем удачный. После серии поражения команда покинула элиту. Тогда решил уйти и главный тренер Роберт Евдокимов. Появился новый наставник, перед которым стояла главная задача. Что бы то ни стало, вернутся в высший дивизион. Но в скором времени его отправили в отставку. В начале сезона был приобретен на тренерскую должность Тимур Китсбая. Команда просто опустилась в подвал и таблицы. И предпоследнее место, вот показатель тому. Нужно отдать должное руководству клуба, признав свои ошибки. Расставшись с тренером, вернули, можно сказать, одного из авторов той, самой великой нашей команды, газовика еще тогда. И это стало главным рецептом успеха, который все сделал для того, чтобы такое поступательное движение наверх. И вот с предпоследнего места наша команда вернулась. Этот сезон по праву можно назвать самым сложным и самым ярким для команды. То, что Оренбург все-таки выйдет в премьер-лигу, было ожидаемо, считает спортивный журналист. И без того крепкий состав дополнили сильные игроки. Впереди еще один матч с Тамбовым, а крылья Советов, которые дышат в спину, сыграет с командой из Владивостока. И уже станет ясно, кто займет первое или второе место в турнирной таблице. Но в любом случае обе команды обеспечили путевку в премьер-лигу. Первая игра, в которой пройдет уже в конце июля. И на этом у нас пока все. Следующий выпуск выйдет в непривычное время в 22.30. Всего хорошего и до встречи в эфире. В ближайшие сутки в Оренбурге переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможно гроза. Днем преимущественно без осадков. Ветер северной четверти умеренный, местами порывистый. Ночью от 6 до 11 градусов тепла. Днем от 19 до 24 градусов. В Оренбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, четверти умеренный. Температура воздуха ночью 6-8 тепла. А завтра днем плюс 20, плюс 22 градуса.